Главным вопросом на повестке дня стали посттерминалы. Сейчас специальными устройствами для приёма платежей с помощью банковских карт обеспечены только четверть алматинских предприятий. Свою медлительность бизнесмены объясняют сложностью установки и большими финансовыми затратами. За обслуживание терминала предприниматель должен платить 4%. Налог по упрощёнке у нас 3%. Оборот по терминалу должен быть от 400 до 800 тысяч тенге. Когда я 800 тысяч тенге назвал, говорят, что это не все банки. Но я Сбербанк конкретно. У меня официальный ответ, что 800 тысяч тенге должен. И вот с этих 800 тысяч тенге он 4% должен ещё платить. За отсутствие посттерминала бизнесменам грозит штраф. От наказания рублём пока избавлены предприятия, работающие по упрощённым налоговым режимам. Но только до начала следующего года. Со следующего все ЭП обязаны перейти на безналичные расчёты. В управлении предпринимательства уверяют, над обеспечением фирм необходимой техникой они работают. Вся эта работа была проведена совместно с ассоциациями нашего города и с управлениями и департаментами. Напоминаем, закон об обязательном наличии посттерминала вступил в силу в начале этого года. Индивидуальные предприниматели и юридические лица уже с января 2014 года обязаны обеспечить установку оборудования. Так что возможность расплатиться карточкой будет не только в крупных маркетах, но и в мелких магазинчиках. Ну а выбор формы расчёта за товары и услуги остаётся за покупателями. Юлия Искеевича, Сет Кунтакпаев, Ерлан Сагимбеков, телеканал Алматы.